Ченнинг Татум поразил кинозрителей в начале 2010-х, зарекомендовав себя привлекательным, обаятельным и удивительно забавным исполнителем главных ролей. Так почему же он в последнее время не появляется на большом экране? Мы дадим вам ответ на этот вопрос. В мае 2013 года у Татума родился первый ребенок, Эверли. Это событие, как и у любого нового родителя, полностью изменило приоритеты Татума. Сняв после рождения дочери сиквелы Macho Ботан 2 и Super Mike XXL, Татум поставил свою карьеру на паузу. Когда у него появилась дочь, он стал часто избегать крупных киноролей. Вместо этого актёр взялся за роли второго плана и озвучку. Это позволило ему проводить с ребенком больше времени. Его ленты в социальных сетях были заполнены фотографиями, на которых он проводил время с дочерью. Татум перестал рекламировать новые боевики, в которых он играл главные роли, и вместо этого выкладывал, например, фото, на которых он был одет в одинаковый с дочерью комбинезон. О своих новообретенных обязанностях он четко сообщил в 2018 году в интервью Variety. Там он объяснил свое отсутствие на большом экране, сказав следующее «У меня есть ребенок. Это моя самая большая работа» И пускай сосредоточение Татума на воспитании ребенка помешало его карьере ведущего киноактера, он явно не сожалеет о том, что поставил отцовство на первое место. В 2006 году Татум привлек всеобщее внимание благодаря фильму о танцах Шаг вперед. Это был хит, который сразу заставил людей обратить на него внимание как на ведущего актера. К сожалению, вряд ли в современном Голливуде Татум смог бы добиться такого же успеха, поскольку в последнее десятилетие крупные студии в основном игнорировали мелкие жанры, куда входят фильмы о танцах. Не получив роль в следующей части Шага вперед, Ченнинг Татум изо всех сил пытался попасть в центр внимания. И ничто так не отражает радикально пересмотренные приоритеты голливудского мейнстрима, как тот факт, что одна из продюсерских компаний Шага вперед, Touchstone Pictures, полностью прекратила своё существование. Шаг вперед – не единственный важный для Татума проект, который больше не интересует Голливуд. Масштабный для Татума 2012 год был поддержан романтической драмой Клятва, комедией с рейтингом R – Мачо и Ботан и блестящей картиной Стивена Содерберга Супер Майк, которую актер помог создать. С тех пор романтические драмы в основном перекочевали на Netflix, комедии с рейтингом R также перешли на потоковые сервисы, а фильмы Содерберга, как вы уже догадались, перешли на Netflix и HBO Max. Всего за 10 лет фильмы, закрепившие за Татумом статус ведущего актера, почти перестали появляться в кинотеатрах. Голливудские студии переключились на блокбастеры, и в результате Татум остался без работы. Это не означает, что он не может прославиться в других жанрах, но это действительно усложняет ему эту задачу. Иногда могут иметься все компоненты для создания громкого хита, однако в прокате все может пойти наперекосяк. Показательный пример – Штурм Белого дома 2013 года. Все талантливые люди в этом проекте добились огромных успехов. Это был первый крупный фильм Татума после его грандиозного 2012 года, первая полнометражная работа Джейми Фокса после его популярного хита Джанго Освобожденный и следующий блокбастер Роланда Эмериха после его крайне прибыльного фильма 2012. Несмотря на все эти безупречные компоненты, фильм Штурм Белого дома в прокате собрал всего 205 миллионов долларов. Всего на 9 миллионов больше, чем у романтической драмы Татума – Клятва, производство которой стоило на 120 миллионов меньше, чем производство Штурма Белого дома. Это был первый, но не последний раз, когда Татум приложил усилия, чтобы появиться в главной роли в летнем блокбастере. Вскоре после Штурма Белого дома Татум снялся в Возрождении Юпитер – другом крупнобюджетном фильме, над которым работали солидные и проверенные режиссеры, в данном случае Вачовски. Тем не менее, как и у его работы с Роландом Эмерихом, фильм Возрождение Юпитера стал кассовым провалом, собравшим в мировом прокате всего 183 миллиона долларов при бюджете в 176. Эти проекты не показали, что Татум способен быть в масштабных блокбастерах таким же успешным актером, как в комедиях и романтических драмах. По сути, это не является проблемой – ни один актер не добивается успеха во всех жанрах. Проблема в том, что в современную эпоху блокбастеры – это основа Голливуда. Поскольку Татум пытается добиться успеха в этой области, Голливуд также изо всех сил пытается найти место для него. И пускай в последние годы у Ченнинга Татума было мало главных ролей в художественных фильмах, он не полностью отсутствовал в поп-культуре. Главное, это то, что он в основном занимался проектами, которые не требуют его появления на экране. С 2016-го Татум много работал в озвучке, особенно для Warner Animation. Помимо озвучивания Солнечного Супермена в мультфильмах Lego Film, Lego Film Batman и Lego Film 2, Татум также озвучил Миго в Смолфуте 2018-го. – Привет, я Миго! Однако недавнее увлечение Татума озвучкой не ограничивается только мультфильмами. Он также озвучил героя абсурдной пародии на полицейские драмы 1980-х годов под названием Товарищ детектив, которая попала на Amazon Video в 2017 году. В этом проекте Татум вместе с Джозефом Гордоном Левиттом озвучивал дубляж для одного из главных персонажей сериала. Этот чудаковатый сериал получил достойные оценки критиков, но, как и следовало ожидать, не был таким же успешным, как культовый хит, поэтому второго сезона не последовало. Несмотря на то, что сериал Товарищ детектив был недолгим, это ещё один пример работы, в которой Татум был недавно задействован. Поскольку актёр начал активно озвучивать анимационные работы, например, такие как предстоящий мультфильм под названием Америка. Фильм, не похоже, что в ближайшее время он откажется от этой работы. И пускай Татум начал свою карьеру в качестве актёра, снявшись в таких популярных фильмах, как Шаг вперёд и Бросок кобры, с тех пор он стал очень избирательно подходить к режиссёрам, с которыми работает. В целом, когда он снимается в кино, рассчитанном на массовую аудиторию, он старается работать с широко известными режиссёрами. В результате всего за пять лет он поработал с такими как Фил Лорд, Крис Миллер, Стивен Содерберг, Беннет Миллер, Квентин Тарантино и Джоэл и Итан Коэны. Это впечатляющий список талантов, которые означают, что Татум не собирается работать с кем попало, лишь бы появиться на экране. В интервью New York Daily News Татум продемонстрировал свою избирательность в отношении кинематографистов. Он обсудил, какой творческий контроль он хочет иметь над будущими проектами с ним в главной роли. Выбрав этот уникальный маршрут по Голливуду, Татум за многие годы снялся в большом количестве известных фильмов, но этот маршрут также объясняет его редкое присутствие на экране. За последние несколько лет Татум осознал, что даже такая крупная знаменитость, как он сам, не может сдвинуть с мертвой точки абсолютно все крупные проекты. Показательный пример – в 2012 году биографический фильм об Ивеле Книвеле с Татумом в главной роли начал набирать обороты. Этому способствовал энтузиазм самого Татума по отношению к проекту и герою-смельчаку. И пускай проектом начинали заниматься разные люди, и сам Татум даже приступал к отработке сложных мотоциклетных трюков, работа над фильмом Татума о Книвеле так и не сдвинулась с места. Официальной причины указано не было, но с течением времени стало ясно одно – каким бы ни был энтузиазм, проект так и не получил развитие. Позже, в 2016 году, Татум нашел ещё один проект мечты, а затем отказался от него. На этот раз это был проект комедийного жанра. Татум хотел стать партнером своего давнего друга Джозефа Гордона Левитта, поработав с ним в оригинальном мюзикле под названием Wingman. Это должна была быть комедия о пилотах с рейтингом R. В августе 2017 года Гордон Левитт сказал Collider, что он и Татум, получили уйму удовольствия, разрабатывая фильм. Однако, несмотря на весь энтузиазм, который они проявили к необычному проекту, потребовались годы, чтобы фанаты получили хоть какие-то новости об этом фильме. Поскольку такие проекты как Wingman так и не были реализованы, интерес Татума к созданию других проектов несколько ослаб. Татум не просто актёр, он также хочет иметь своё творческое слово в отношении проектов, которые возглавляет. Начиная с фильма 2011-го, 10 лет спустя, Татум регулярно продюсирует фильмы, в которых появляется. Будь то комедии, такие как Мачо и Ботан, или фильмы Содерберга, такие как Удача Логана, актёр хочет иметь определенный уровень контроля. Как известно, давним поклонникам Татума это продолжение его собственных творческих инстинктов. В последние годы продюсерская работа Татума увеличилась, поскольку актёр выдвинул на первый план свою собственную продюсерскую компанию Free Association. Компания уже работала над некоторыми из его главных проектов, включая Супер Майка и Мачо и Ботана, а в последние годы также поддерживала фильмы, в которых не участвует Татум, например, проект Кевина Харта Отцовства. Стремление Татума к дальнейшему развитию этой компании закрепилось, когда Free Association и MGM подписали контракт на право первой оценки. Это произошло после того, как студия приобрела право проката фильма Собака, который был режиссёрским дебютом Татума. Поддерживать бесперебойную работу такой компанией – непростая задача, даже вместе с двумя другими людьми, возглавляющими Free Association. Но продюсерские привычки Татума гарантируют, что он не сосредоточится лишь на актёрстве. Ещё в 2012 году Ченнинг Татум открыто заявлял о своём желании стать режиссёром. В ответ на слухи о том, что Super Mike XXL станет его режиссёрским дебютом, Татум пояснил в интервью Волчер, что хочет, чтобы его первый режиссёрский дебют был, цитата, «очень маленьким». Учитывая квази-автобиографический характер первого фильма, Super Mike, для Татума было важно ощущать, что его первый кинопроизводственный опыт будет происходить во вселенной Super Mike. В конце концов, режиссура – это сугубо личная художественная задача. Почему бы тогда не погрузиться в режиссуру того, что перекликается с его собственной жизнью? В конце концов, личной связи Татума с этой историей было недостаточно, чтобы сделать Super Mike XXL его режиссёрским дебютом, но стремление Татума стать режиссёром продолжало ярко гореть. В какой-то момент эти амбиции даже выглядели так, будто включат в себя его давно вынашиваемый фильм, Гамбит, ещё до того, как проект был приостановлен. Долгая охота Татума за режиссёрским дебютом подошла к концу, когда в ноябре 2019 года он подписал контракт для работы главным режиссёром и главным актёром в комедии, Собака. С этим фильмом Татум наконец-то превратился из привлекательного ведущего актёра в кинорежиссёра. Данный проект создавался годами. Можно подумать, что такой известный актёр, как Ченнинг Татум, сумел бы сейчас получить роль в фильме о супергероях. Но этого не произошло, в основном потому, что Татум уже много лет интересовался конкретным супергероем – Гамбитом из Людей Икс. Татум официально подписал контракт на главную роль в сольном фильме о Гамбите в мае 2014 года, а год спустя Руперт Уайетт подписал контракт на роль режиссёра. Однако после этого Уайетт покинул проект, что положило начало долгой и в странной борьбе за режиссуру Гамбита. Даг Лайман и Егор Вербинский подписали аналогичные контракты, но в конечном итоге отказались от фильма, и в какой-то момент Татум даже подумывал о том, чтобы самому стать режиссёром. Но вопрос режиссуры усложнялся постоянными изменениями сценария, что, в свою очередь, приводило к неоднократным задержкам даты начала работы над проектом. Но теперь, когда персонаж снова в руках Disney, неясно, будет ли проект вообще реализован. Однако один факт точно прояснился – годы усилий Татума в попытках сдвинуть Гамбит с мёртвой точки заставили его много работать, даже несмотря на то, что мы так и не увидели его в роли этого супергероя. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых актёров, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!